Курс алхимии Сен-Жермен наука самотрансформации С вами я, Татьяна Салмановна Макту, сайф Глава 4. Проникновение в материю Прежде чем начать обучение алхимика более продвинутым методом создания видимых чудес любви, которые происходили бы прямо на его глазах, мы должны еще раз сделать предупреждение, дабы предотвратить распространение опасности искажением высших энергий. Как вы думаете, что открывается человеку в истории Эдемского сада? Как не его неповиновение божественным наказом и неправильное применение им священной энергии? Итак, мы будем рассматривать плотность субстанции материя, которая представляет глазу столь твердой, на самом деле состоит из вращающихся с огромной скоростью энергии Духа. Когда высший разум изучает природу Духа и сообщает человеческому уму о своих находках, человека вдохновляется тем, что мы называем первым осознанием способностей его «я» проникать в материю. Материя теряет свою плотность и поддается пытливым пальцам его ума и духа. Ее плотность может быть определена и воспринята личностью. Сознание может выйти наружу со скоростью света и пройти через плотную субстанцию с той же легкостью, с какой пловец рассекает руками воду. Чем более индивидуум осознает внутреннюю способность своего «я» различать разные аспекты реальности, тем более возрастают его внутренние энергии. При таком положении тел проницательный и полопочестивый человек осознает необходимость охранять путь к древу жизни. Оглядывая сцену мира, он видит смесь добра и зла, но в глубине души знает, что невозможно совместить эти два явления, потому что хотя черное и белое могут быть смешаны, их комбинация всегда даст только серый тон. Страница 129 книги Курсалхимии Ценжермена «Имея дело с проявлениями своей личности, человек в течение многих лет был убежден, что это смешение черного и белого, и есть его подлинная природа. Можно подумать, что человечество словно бы заклейменено и гипнотизировано представлением о том, что жребий греха, будучи брошен, не может быть изменен. Разрушению именно этого ошибочного представления я посвящу передачу своих знаний. Хотя священные писания мира полны предубеждений против греха, и, конечно же, распри и разлады в мире свидетельствуют о том дьявольском аде, который может разгореться в сознании человека, но при этом существует и милосердие, и сострадание, и красота вместе с мириадами великолепных качеств природы. Как же мы проведем различия между тьмой и светом, когда они принимают формы в смертном сознании и сочетаются в своих проявлениях? Есть те, кто утверждают, что сиянию Абсолюта недоставало бы определенности без тонов, которые разбавляют чистый свет различными оттенками серого и даже черного. Они говорят, что темнота нужна для контраста, на фоне которого проявится свет. Позвольте мне поспешить сказать, что такие люди еще не обладают знаниями, которыми космический закон мог бы удостоить их. Смотрите, как написано. Космические знания, которыми космический закон мог бы удостоить их. Поэтому пусть помалкивают, пока не узнают, о чем говорят. Им неведомо, что цветной спектр и прекрасные пастельные тона, оказывающие лучезарное воздействие в духовном мире, никогда не нуждаются ни в одном оттенке серого или черного для изображения многочисленных граней сознания Бога. Черное есть отсутствие света и цветовых качеств жизни, в то время как белое содержит все светорадуги, как это явно показывает призма. Так что позвольте мне сказать, что в Царстве Абсолюта, в доброте Бога, в Его способности творить содержится хроматическая структура, столь ослепительная и столь великолепная, что она может буквально вытолкнуть сознание человека из ловушек смертных перипетий. Тогда почему мужчины и женщины медлят покинуть трое населенные жителями тьмы? Я говорю, что это происходит из-за общего невежества и распространения подозрений и сомнений факта достойного сожаления. Это недоверие мужчин и женщин к невидимому, но всемогущему духовному миру. Странное явление, ибо люди так легко поддаются уговорам пожертвовать все ради безверия. Утверждая, что Бога нет и повсеместно распространяя свои сомнения, люди, кажется, никогда не осознают, что энергии, которые они используют, если бы они должным образом направляли их в высшие вере, направляли бы их к высшей вере, произвели бы чудеса алхимии. И это осязаемое проявление божественной мощи полностью убедили бы их в справедливости божественного плана и идеала. Для многих искренних и религиозных людей всегда было недостижимо, как человек может не устоять, подобно Фаусту, перед Мефистофелем и продать свою душу силам отрицания. Но это нетрудно понять. Если люди признают возможность существования в сознании индивидуума бок о бок веры и сомнения, присутствие двух противоположных сил создают колебания. Поэтому в моменты веры индивидуумы способны признать чудесные силы природы и алхимии. Но когда они позволяют проекциям сознания, относящегося к их собственной реальности, укрепиться в сознании, они находят рациональное объяснение своему эгоистическому поведению. поэтому мы предостерегаем деградации, которую приносят колдовство и черная магия. запомните, что цель духовной алхимии заключается в воспитании благородства души и добродетели повсюду, особенно в области я, ибо как могут люди принести в жизни других то, чего не могут проявить своих собственных. такс я пропускаю, пробегаю глазами, потому что все подряд, я все подряд эту книжку не читаю из моей библиотеки, читаю только отрывки, так что вот, в рамках моей творческой студии позитивного мышления и силы и позитивные мысли Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин, так что вот, на видеокамеру, на мой ноутбук, уу's, nh enfrentащи, чернаясяна, сходили, но авीок. Это просто укр aesthetics, ехо такой точку, связ Garrиды setztом гордxeOM, gesturear Notes, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ютуба, около 7000 видео, на каждом видео я. Там 18 минут позитивчика со мной, Статьяна Салманова Мактум Сайфуги. И совершенно удивительная книга из моей библиотеки «Позитивное мышление и смежные науки». Книжка «Курт алхимии» Сен-Жермен. Наука самотрансформа.